В Кашхабском районе завершилась уборка озимых зерновых. Этот сезон выдался для агрария в непростым. Тем не менее, земледельцы справились и завершили жатву. Сейчас работают с убранным зерном и готовят семенной материал для будущего посева. О том, как проходила уборочная кампания 2023 года в районе, с какими проблемами сталкивались сельхозтоваропроизводители, нам рассказал начальник управления сельского хозяйства района Заур Самогов. В районе завершили уборку урожая озимых колоссовых культур. Хочу отметить, что фермеры Кашхабского района подошли к уборочной среде полностью готовыми. Было подготовлено порядка 77-78 единиц уборочной техники. Также было подготовлено порядка 200 единиц транспорта для перевозки зерна. Также фермеры все подошли с подготовкой по противопожарной безопасности. Трактора с плугом для пашки и бочки с водой, что было необходимо в присутствии на уборке. Но в целом уборка в районе прошла удовлетворительно, хорошими темпами. Можно было еще быстрее закончить, если непогодные условия не помешали бы. В целом, значит, урожайность у нас, скажем так, устраивают. В среднем у нас получилось по пшенице, значит, уборочная площадь озимой пшеницы была 14999 гектаров. Средняя урожайность пшеницы составила порядка 46 центнеров. Валовый сбор больше 67 тысяч тонн. Ячмень убран был на 1400 гектаров, больше 1400 гектаров. Средняя урожайность составила порядка тоже 45-46 центнеров. РАПС был убран на площади 2000 гектаров. Средняя урожайность составила 20 центнеров. Но, конечно, если смотреть урожайность, то, конечно, они ниже тех годов, это прошлых, позапрошлых годов. Но, если считать этот год, погодные капризы, которые у нас были, это наводнение, это град, это и вымыкание. Ну, я думаю, что средняя урожайность по району это нас удовлетворяет. Какие поселения можно отметить в виде наиболее высокий урожай? Значит, хочу отметить, что если по поселениям взять, то у нас в этом году лидерами поселения являются и Герухайское сельское поселение, Дмитриевское сельское поселение, Кашхабельское сельское поселение. Как это отметить? Ну, значит, предгорная зона, то есть Ходзинская, Волинская, Натырбовская, Майская, ну, те сельские поселения, там, конечно, значительная урожайность ниже была. Но там ущерб больше был. Все вот эти вот непогоды, подтопления, грады, все это произошло вот в стороне, в предгорных зонах, в тех сельских поселениях, которые я перечислил. А эти поселения как бы менее-менее попали под эти все природные капризы и они как бы взяли побольше урожай. И что касается господдержки с предприятий в этом году? Гранты веков сколько? Значит, хочу отметить, что каждый год Кашхабельский район активно участвует, феймеры Кашхабельского района активно участвуют на получение грантов. Я считаю, что это очень хорошая поддержка для начинающих феймеров и для семейной фермы, которая хочет заниматься животноводством. Но в основном это для начинающих феймеров это хорошая поддержка. Мы каждый год участвуем. Если взять полностью с 2012 года, то Кашхабельский район активно участвует. И у нас более 200 миллионов, мы как бы получили уже грантов за счет грантов наши феймеры. По этому году тоже мы не оказались в стороне. У нас участвовало 10-11 грантополучателей. Из них 10 прошли. Один феймер у нас по животноводству прошел, один феймер по овощеводству у нас прошел. А остальные все феймеры по приобретению техники у нас прошли. Хочу отметить, что мы в последнее время наиболее активно работаем с личными подсобными хозяйствами, которые занимаются овощеводством, ягодоводством. У нас очень много клубничников в Натрыбовском, Волинском сельском поселении. У нас овощеводы в Егерухайском сельском поселении, в Дмитриевском сельском поселении. Вот с такими мы активно работаем. Их мы включаем для получения грантов, для развития и расширения своего хозяйства. Если он раньше работал в личном подсобном хозяйстве, то он будет работать с большими объемами уже в крестьянско-феймерском хозяйстве. У нас радует, что такие люди с каждым годом больше прибавляются. У нас в прошлом году получили гранты на выращивание ягодных культур, это клубника. Три гранта получателя у нас было. В этом году у нас овощеводство. У нас ежевика тоже выращивается по гранту. На сегодняшний день один из главных вопросов осенней поселения. Значит, да, после уборки озимых холосовых культур феймеры приступили к закладке уже нового урожая. И сейчас активно идет у нас послеуборочный комплекс и подготовка почвы к осеннему севу, сев в закладке урожая на следующий год, озимых холосовых культур. На сегодняшний день уже вспахано более 6 тысяч гектаров у нас. Задисковано порядка 15 тысяч гектаров у нас по району. Идет активно подготовка семенного материала. Нам предстоит посеять, мы каждый год планируем сев, озимых холосовых культур. Значит, более 50% от пашни всего нашего района. То есть в этом году тоже мы планируем посеять озимых холосовых культур. Порядка 18 тысяч гектаров. Так что готовимся, подготовка идет полным ходом. Никаких у нас проблем нет. Я думаю, что посевная кампания у нас завершится в оптимальные сроки.